Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я руководитель отдела продаж компании Пол Ихо. Сегодня в наш пятничный видеовыпуск мы поговорим, как вы уже наверное знаете, про ковролин. А в конце проведем интереснейший эксперимент. Давайте начнем. Сегодня не каждый может себе позволить купить ковер из натуральных материалов или же сделать пол с подогревом. Но быть в комфорте и тепле хотят все. Ковролин – решение данной проблемы. В первую очередь хотелось бы отметить теплоизоляционные характеристики ковролина. Благодаря плотной основе он продолжительное время удерживает тепло, что и помогает сохранить уют в помещении. Делать постельно. Область применения ковролина достаточно широкая, потому как используя данный материал вы можете как у себя в доме, так и в нежилых помещениях. Таких как базы, офисы, кабинеты, подъезды и т.д. Из чего же состоит ковролин? Прежде всего это основание коврового покрытия, т.е. основа, к которой крепится ворс. Она бывает из джута, латекс и резины. Джут бывает искусным и натуральным. Название ведет свое начало от растения, волокна которого используют для создания гробых тканей. Искусственный латекс – это всего лишь название высокоэластичных фенополиуретанов, в отличие от натурального, изготавливающихся из млечного сока. Основой для флакированного ковролина обычно является искусственный латекс. Резина в основании самая дешевая, но не самая экологичная. Простота этого покрытия является главной положительной характеристикой данного материала. К тому же именно его простой состав дает возможность легко создать уютную обстановку и теплый пол в помещении. Верхний слой ковролина называется ворс. Он бывает нескольких типов. Петлевой. Ковролин с петлевым ворсом используют в очных помещениях, ввиду его особых свойств. Во-первых, его очень легко чистить. Во-вторых, он является очень износостойким и не портится много лет, даже в проходимых местах. Разрезной. Разрезной ворс используют в домах и квартирах, ввиду его мягкой структуры и приятных эстетических свойств. Он полностью подходит для животных, когти не цепляются за ворс, а не рекомендуется для проходимых общественных мест и офисов. Также для элегантности интерьера его часто используют в директорских кабинетах. Комбинированный. Комбинированный ворс считает в себе и разрезной, и петлевой. Петлевой тут используется прежде всего, чтобы выгравировать красивую структуру. Этот отоптичный дизайнерский ход подойдет для любых помещений. Флокированный. Такой ковролин принято выделять в отдельную категорию. Его мягкий, уникальный, мархатистый ворс придает уют в любом доме или офисе. Его по праву считают одним из самых универсальных покрытий. Лидер и основатель такого вида ковролина – Кабания Форба Фотекс. Подведем итоги по ворсу. У ковролина он может быть различной длины, поэтому данный фактор нужно учитывать при выборе напольного покрытия в том или ином помещении. Если это офис, то не стоит брать ковролин с длинным ворсом, так как он слишком быстро будет мяться под весом к постоянным беспорядочным движениям людей. Ковролин с длинным ворсом обычно используется в спальнях и залах. А ковролин с маленьким ворсом в производственных и нежилых помещениях. Кстати, на нашем сайте вы сможете найти как однотонный, так и цветной ковролин. Как с длинным ворсом, так и с коротким. Выбор ковролина у нас большой и каждый покупатель сможет найти то, что ему по душе. Сегодня достаточно популярным стал ковролин офисный коммерческий петлевой, его используют в большинстве предприятий в нашей стране. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...